друзья всем привет всем привет сегодня мы приехали на уссурийский рынок и поснимаем какие здесь цены так ну давайте покажем целом начнем с риота corolla филдер в принципе как мы сегодня здесь оказались да вот эту машину нас попросил посмотреть наш подписчик он ему скинул это филдер 15 год автомобиль 4 воды он с туманками он уже рестаил стоимостью 765 тысяч рублей автомобиль проверен проверен и будет рекомендован к покупке если его купят поедем на нем сейчас во владивосток значит он целый с настоящим аукционным листом как я уже сказал 4 воды 4 воды друзья вот он его настоящий аукционный лист лежит так что знать кто-то многие там говорят в уссурийс как не приедешь там 1 битью и так далее ребят ничего подобного везде есть честные машины вот она перед вами филдер 4 балла пробег 87 тысяч пятьсот пятьдесят три километра была небольшая тычечка на заднем правом крыле заднее правое крыло она подкрашена так по машине вопросов нету ну единственное туманки до туманки стоит кнопочка туманочка уже установили здесь для 4 воды автомобиль абсолютно не ржавый темный чистый салон сзади естественно это под подголовники подлокотник кармашков нету ветровики антенка кстати задняя дверь идет пластиковая на этих автомобилях камера заднего вида установлена штатная полочка в багажнике запаски на автомобиле нету идет идет ремкомплект с анкротом ремкомплект на месте ну и посмотрите состояние по низу до для автомобиля 4 воды что задняя часть автомобиля что по бокам вопросов здесь по ржавчине нет опять же если будем придираться дату какие-то мелкие рыжики мы найдем это в принципе это в принципе все мелочь ладно рядом стоит у нас toyota toyota prius 820 тысяч год не вижу год нет вот что то есть 2014 год все двигателя устанавливаться 18 кстати обратите тоже внимание да по сравнению с владивостоком как-то здесь снега снега все-таки выпало побольше он в обвесе на литье на зимней резине черный цвет полноценный полноценный гибрид естественно это уже идет это уже идет рестайл так давайте посмотрим дальше дальше вот видите по сугробам лазим кстати вот плюсовая температура начинает уже таять стоит toyota spade коричневый цвет коричневый цвет 14 год полторашка стоимостью 560 тысяч рублей литье зимняя резина боковая дверь одна она сдвижная я всем рекомендую вот такой автомобиль для семьи как второй автомобиль в семье очень удобно поверьте реально очень удобно это и просторный большой салон но опять же это небольшой расход топлива полтора литра очень хорошие надежные двигателя стоят на этих автомобилях далее стоит nissan ноут гибрид гибрид год и отсюда не вижу семьсот двадцать тысяч рублей и power повторители летняя резина без литья бесключевой доступ комбинированный салон переключатель скоростей до коробки передач как на лифе сзади дворник сонар и эти и power неплохая комплектация автомобиля белый перламутровый цвет мультируля автомобиля нету и так напоминаю по стоимости кстати дальше при столкновении установлен стоит автомобиль семьсот двадцать тысяч рублей ладно идем дальше смотрим цены toyota pro box в сером цвете автомобиль 4 воды стоит пятьсот семьдесят пять тысяч рублей он без литья как видите на летней резине зеркала заднего вида не в цвет кузова осторожно я отхожу падаю скользко давайте посмотрим по состоянию на вот эти автомобили они идут как рабочие лошадки то есть как в них постоянно постоянно что-то возят здесь обратите внимание на обшивку багажника практически нету царапин давайте посмотрим по ржавчине до поржавчины для автомобиля 4 воды ну как быть слегка до такой я не могу сказать что он там сильно ржавый но немножечко немножечко его подули автомобили есть 4 воды есть передние привода автомобиль идет на автомате дверная карта пластик небольшая тканевая вставочка и 2 идет электрических стеклоподъемника также есть где 4 сзади видите сзади сзади идут весла есть где 2 если 4 езди просто один стеклоподъемник регулировка зеркал вот удобную штучка под ручку корректор фар спидометр вот такого вот такого плана чем плюсом да вот эти вот старые кузова здесь идут здесь вот автомата новые пошли которые в рестайл а там уже идут автомобили они идут уже на вариаторе вот за пробоксом у нас стоит toyota prius альфа четырнадцатый год хорошая комплектация на литье но тоже на летней резине стоимости вот автомобиль стоил 800 850 тысяч рублей сейчас он стоит 810 тысяч рублей безключевой доступ без ключевого доступа нету автомобиль тоже открытый такой светло серенький салон комбинирована дверная карта здесь вставочка под кожу здесь тканевая вставка здесь идет пластик подстаканник у нас выезжает airbag верхний бардачок идет нижний бардачок лежит аукционный лист аукционный лист пробег 71000 оценка 4 балла аукционный лист нужно пробивать центральная панель центральная консоль центральная до посередине здесь какая-то ниша гнездо под прикуриватель две заглушки все зависит от комплектации что-то там может быть и power эко пвр подстаканник бардачок открывается в бок далее второй ряд сидений в принципе все то же самое сидушки второго ряда сидений у нас ездят вперед ездят назад спиночки у нас естественно регулируется вот таким образом они складываются не получается практически ровным пол почему практически потому что вот здесь есть небольшое расстояние при желании до куда-то едете не знаю там отдыхать на природу покупаете себе матрас кладете себе матрас и у вас получается ровный пол автомобиля присаживаться мы сюда не будем потому что видите что происходит на улице пачкать автомобили что-то не хочется камера заднего вида метла это тоже у нас полноценный гибрид такие автомобили есть семьи местные там немного измененная батарейка у нас идет кстати в багажнике в багажнике идет прикуриватель не прикуриватель это узнаете пошло вот это вот понятие прикуриватель пошел это уже используется как розетка не знаю фонари включить телефон подзарядить как-нибудь так без ключевой доступе из автомобиля кто как бы смотрит видео наши не только наши до наблюдает давно за японским автопромом японцы как-то узнаете ушли уже таких пепельниц машине прикуриватель еще раз повторяюсь просто это просто идет розетка каких-то там рабочих автомобилях до остались прикуриватель давайте посмотрим сколько по местам место довольно довольно много вальфе плюсом у него идет вальфы идут подушки безопасности в стойке здесь водителя в этой стойке центральных стойках нету ну и задних стойках тоже есть подушки безопасности так друзья пока смотрим кому нравится наш канал кому нравится японский автопром кто всегда хочет быть в курсе цен наличие автомобилей во владивостоке в уссурийске приморском крае не забывайте подписываться на наш канал 14 год 18 810 тысяч рублей давайте посмотрим настоящий полноценный джип как видите он на номерах это левый руль nissan 2006 год дизель автомат три с половиной литра он у нас задранный поднятый летняя резина рама давайте посмотрим по состоянию рамы видно да то что раму у нас не задувалась с ней ничего не делалось в салоне вижу лежит комплект комплект колес сзади установлен фаркоп двери задние у него раздвижные то есть двухстворчат открывается влево вправо сзади метла колпак на запаске в принципе со стороны со стороны выглядит неплохо патрул сафари в принципе все одно и то же салон кожаный автомат как я уже сказал антенна выдвижная turbo шестой год три с половиной литра упоминает дизель девятьсот пятьдесят тысяч стоит такой автомобиль примяха белый перламутровый цвет десятый год полтора литра есть 18 с туманочками на летней резине без литья давайте попытаемся откопать ценник 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 ценника нету ладно просто посмотрим полюбуемся на автомобиль че любоваться без цены до без цены ребят не интересно комплектация в климат контроль пойдем искать здесь цены на автомобиле смотрите нашли сложно было это сделать прошел вот ряд на видите везель стоит отвезли насколько здесь машин 10 стоит ни одной цены не было вот стоит prius в розовом цвете 14 вот кстати его этот приз по моему мы уже показывали снимались на 14 год аукционы эксклюзив он какой-то модно у него стоечки регулируется 999 тысяч рублей заниженные не стоечка подвесочка у него регулируется по высоте там как-то по стойкам все это дело делается ладно рядом стоит fit в черном цвете мультируль не полный только управление выравления музыкой 500 так не вижу до 540 тысяч рублей стоит вот этот вид я так понимаю простой 1313 не гибрид рядом стоит nissan nissan но движут датчик при столкновении автомобиль 17 год сонары 13 туманах нету фары линзованы на летней резине без литья 560 тысяч рублей стоит вот такой вот замечательный замечательный автомобиль еще один рядом стоит это уже ребят 19 год 1 и 3 650 тысяч стоит автомобиль тоже без литья тоже на летней резине смотрите-ка из сугроба здесь после рюшка навалило сзади сонары установлены а вот что у нас все тут интересного есть давайте тогда вот не знаю что кто не верит что цен нету aqua стоит aqua 14 год аукцион статистика цены нету порт и стоит полтора литра 14 год цена не указано еще один но стоит 15 год 15 год цены тоже нету toyota витс toyota витс 16 год 4 d13 95 лошадиных сил цены тоже нет и видел сколько 34 автомобиля пришли без ценника владеостоке чем удобно потому что ну реально там практически на каждом автомобиле на каждом автомобиле висят ценники не стану 16 год комплектация 1 x dick с двигателя трубокомпрессор 98 лошадиных сил цвет серебро кнопка старт-стоп климат-контроль контроль траектории движения приближения с препятствием да вот он датчик установлен сонары 5 камер полка полка в багажнике про боксы с оксидой цены тоже нету ладно давайте идем дальше из к цены toyota премию примяка примяка леончики называют их 14 год это мотор уже по моему там снимали на где-то полторашечную это мотор уже 18 камера руль косточка светлый салон салон туманки 970 тысяч стоит автомобиль в зеркалах заднего вида поворотники тоже летняя резина летняя резина до полный мультируль вариатор задних этих самых в заднем как он называется господи забыл задние подлокотники два подстаканника иксовая комплектация двигатель уже вальфматик вальфматик это бесступенчатая система подъема клапанов toyota паса зимняя резина на литье на родном бордовый такой цвет ручки белые бесключевой доступ передний салон идет диваном автомобиль идет на климат-контроле для пасеков это не то что за редкость данный климат-контроль автомобиля сразу автоматически дороже хановская комплектация фары линза туманки 415 тысяч рублей стоит вот такой замечательный замечательный автомобиль рядом еще стоит один пасек 15 год моторы на них устанавливаться 1 кр литровые такие же моторы устанавливаются и на лицах трансмиссия идет вариатор туманки голубенький цвет голубенький цветным фарам досмотрите разница вот давайте вам вот так покажу вот так и вот так разница литровый мотор сказал цена 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 410 тысяч рублей тоже на климат-контроле передние сиденья идут тоже диваном летняя резина еще одна стоит это уже 16 год автомобиля 505 тысяч рублей датчики при столкновении начали ставить на эту машину туманок нету летняя резина бесключевой доступ светлый салон вот видите рестайл да он уже по-другому выглядит и по салону и по салону ну и по климат-контроль автомобиль автомобиль к сожалению закрыты ну соответственно изменилась задняя часть автомобиля тоже стала она немного другая да не то что немного да вообще принципе автомобиль изменился и по внешнему виду и по салончику в том числе вот кстати кстати филдер потерги этом переговоры сейчас ведет филдер был от рекомендован покупки филдера покупая сейчас вот решаем вопрос перевода денег и погоним филдер во владивосток так это у нас стоит aqua в красном цвете в красном цвете аукцион 4 балла неинтересно мы так а потому что на ней нету цены вот этот автомобиль нам интересен aqua в желтом цвете 14 год полтора литра мультируль камера без пробега 555 тысяч рублей стоит вот такой вот замечательный автомобиль на летней резине на светло черном салоне комбинированный салончик тоже полноценный гибрид автомобиля идут только переднеприводные только переднеприводные камеры заднего вида установлены и только полуторалитровая всякого стоит у нас mazda mazda так 725 тысяч рублей что такое xl амаза 3 до полтора литра шестиступенчатая коробка камера 725 тысяч рублей но mazda все-таки вот на этим ним и во владивостоке mazda по навезли и пол сирийску смотрю их тоже тоже под накидали mazda вот чем мне нравится морду не такая хищная прям выделяется из покуты из потока автомобилей фары линзы туманки литье летняя резина так понимаю это пленит это не пленка это накладка японец повесил себе накладки сделанный под карбон бесключевой доступ обратите внимание вдоль стекол до по длине практически во всей длине идет хромированная накладка кстати да многие задают вопросы японская тонировка друзья вот это вот это это не пленка да это идет напыление называется это защита от ультрафиолета ведь и mazda 3 мы сзади вот такие задние стопорение плавные переходят на багажник на крышку багажника тоже очень красиво смотрится накладка конечно налепить сюда можно что угодно да сейчас китайцам приходишь на китайский рынок чего там только нету но поверьте японское качество то есть японское качество то есть и само качество материала и того как ну вот мы с вами разговариваем про вот эти накладки как они смотрятся как они будут выглядеть на автомобиле ну разница конечно конечно ощутимо кстати вещь это не из дешевых вот вот такая вот накладочка именно японская она может стоить она может стоить и стоимость может доходить там вплоть до до 5000 рублей что конечно не дешево ладно идем дальше ребята в комментариях кто-то написал опять прошел прошел мимо вингро да вот нашли вингро да подходим ценника не видим видим 15 год полтора литра весь целый м есть статистки написано посмотрите полюбуйтесь как бы читаем абсолютно все комментарии абсолютно всем отвечаем по ватсапу стараемся еще раз напоминая те кто обижаются да кто позвонили ночью в 3 часа ночи разбудили отвечаем сонным голосом перезвоните пожалуйста утром утром никто не перезванивает либо ночью приходят эсэмэски по ватсапу и куча там не знаю один человек задает вопрос да естественно мы спим мы не отвечаем он начинает долбить спрашивать почему мне не отвечаете вы говорите что всем отвечаете утром мы ему отвечаем утром мы ему отвечаем он пишет спасибо не надо ладно вот немного послушали да от нас мы высказали я надеюсь наш подписчик кто писал про вингро вот посмотрел полюбовался только не пишите что цены нет вопроса вот вспомнил про нашего подписчика что он хотел вингро вот посмотреть я снял для него вингро вот ладно идем идем дальше смотрим ищем nissan days rooks все как вы любите фары линзы раздвижные двери туманки литье четыре камеры летняя резина лежит аукцион автомобиль без пробега электро двери камере как как вы все любите до камеры кругового обзора боковые двери идут сдвижные по передней часть автомобиля покажу дверная карта пластик тканевая вставка верная карта комбинировать нижний бардачок сверху полочка подстаканник выезжает смотрите вот кикарчик да такой вот панель вот этого торпеда она практически ровно и кстати сверху у него сверху него ладно туда мы залазить не будем бардачок идет климат-контроль мультимедиа система передней салоне салона переднее сиденье у нас диваном при желании можно отсюда пройти туда либо наоборот кожаный руль сейчас мы туда вернемся посмотрим с вами заднюю часть автомобиля nissan days days русском плитация highway star вот смотрим кожаный руль сиденья кстати у нас регулируется электро дверь слева смотрите японец какой молодец сделал два разъемочка сюда вывел это она однозначно японец сам дело в комплектациях это я такого не видел здесь подстаканник у нас тоже идет выдвижной что вам еще показать кнопка старт система говорил мультимедиа система сзади печка дуйка очищенец а вот она как-то знаете нестандартно придумано обычно вот она располагается где-то здесь здесь она встроена вот сюда и нереально высокий высокий потолок в данном автомобиле и также 14 год 07 стоимостью 390 тысяч рублей nissan days автомобиль 2015 года тоже кейкар пробег у него 70 тысяч стоит машина 400 тысяч рублей цену нету цену не туда нам озвучили ценник у него туманочка на литье на летней резине повторители черный салон автомобиль идет на климат-контроль и передние сиденья тоже идут диваном верхний бардачок так у него лежит лежит аукционный лист автомобиль идет замена капота пробег 72 тысячи километров посередине идет подлокотник второй ряд сидений кстати второй ряд сидений да он здесь двигается оба неудобно ребят мне одной рукой двигать но ничего двигается либо получается у нас увеличивается багажное отделение до либо у нас увеличивается второй ряд для задних пассажира заднее сидение него тоже тоже складываются давайте знаете что сделаем то есть многие тоже просят показать да вот посмотрите на меня вот я стою рядом с кейкаром на где-то он мне по шейку вот кстати много кейкаров стоит просто прикиньте да какие они по размеру потому что я понимаю многие многие покупают автомобили просто именно просто по телевизору посмотрели и все да вот этот уже русик он такой идет идет повыше давайте посмотрим просто на наличие на наличие кейкаров вот этот рук с рук если не ошибаюсь стоит он 390 тысяч рублей toyota prius альф автомобиль 2012 года комплектация попроще фары не линзы но цена ребят 785 тысяч рублей стоит такой автомобиль но еще крыша крыша в снегу вот с ребятами разговаривали сейчас на валик они короче говоря него только сегодня почистили да у них здесь работали трактора вот прям по рынку ходили ездили убирали снег намалило говорят сантиметров 30 снега honda fit shuttle гибридная версия 14 год это автомобиль уже рестайлинг круиз-контроль 580 тысяч рублей стоит вот такой вот автомобиль дальше стоит toyota wish toyota wish это уже рестайл хотел сказать при столкновении на этих автомобилях датчиков при столкновении нету стоит просто японский регистратор привоз 4 ноября цены к сожалению нету на данном автомобиля рядом рядом стоит toyota сайт красный цвет туманки 1 миллион сто девяносто тысяч рублей жесткая комплектация штатный монитор камера заднего хода с траектории движения ветровики литье и ручки хром ручки хромированный пробег 70000 по низу идет хромированная накладка ручка вот они хромированное сиденья тоже идут у нас комбинирован он вообще в сугроб у нас видите въехал ладно один миллион один миллион сто девяносто тысяч рублей стоит вот такой вот замечательный автомобиль это гибрид друзья это полноценный это полноценный гибрид ладно что у нас еще есть x-trail тоже красный цвет цены у нас нету форик 13 год дачки при столкновении в принципе все есть цены цены тоже ценника у нас здесь нету смотрите вот нашли еще два интересных автомобиля для вас такие автомобили не знаю почему везут их как-то вот мало 2 венсис один в черном цвете другой в белом цвете ценника к сожалению здесь нету данному просто с вами посмотрим на внешний вид автомобиля кстати вот как говорил до трактора бульдозер его на них ходят ходят чисто снег видите да сколько снега сколько снега навалило ну и также стоит стоит bluebird силфи и воды автомобиль 4 воды сзади стоит электромотор и вот он стоит 3 3 овенсис комфортабельные автомобили он сравним наверно с каким-нибудь с каким-нибудь крауном миллион 100 но это ними это не цена миллион сто девяносто шесть сынок цены к сожалению нет вот стоит x-trail 31 в черном цвете 1 миллион пятьдесят тысяч рублей honda honda step wagon минивэн 2015 год объем двигателя полтора литра 990 тысяч стоит вот такой вот автомобиль комплектация конечно не самая крутая мультируль есть климат есть в принципе в принципе ребята все есть на этом автомобиле задняя дверь открывается в двух положениях наверх и в бок кто не знает без литья без литья на летней резине без ключевой доступ автомобиле тоже имеется honda freed в синем цвете в таким как-то знаете он фиолетовым цветом отдает один девятнадцатый год полтора литра пятьсот семьдесят пять тысяч рублей в этом автомобиле в этом автомобиле три ряда сидений вот смотрите стоит nissan la fiesta да когда-то их было много вот как то тоже вот эта модель она не прижилась за у нас во фест она стала более как сказать такое округло полукруглой предыдущие кузова были более такие продольные квадратные значит данный автомобиль он двухлитровый стоит он 750 тысяч рублей на литье на летней резине по бокам весы бокам обвесы климат контроль и в этом автомобиле в этом автомобиле три ряда сидений до комплектация хайвэй старта хайвэй старта они идут комплектации с обвесами мультируль черный салон итак солнце светит ничего не вижу двенадцатый год 750 тысяч рублей стоит вот такая вот la festo внутри стоит такой спорт спорткар до лошадей наверно 300 в нем на литье на низкопрофильной на низкопрофильной резине красного цвета даже есть датчик при столкновении стоит наверное под миллион ладно это было это была шутка стоимость неизвестна но тем не менее это альта альта и смотрится довольно таки неплохо со стороны энд чардж на кто бы хотел себе приобрести такую гонку очень очень интересный кейкар ну не то что вот альт на вот именно в таком цвете как японец разукрасил ладно рядом стоит nissan cube тоже очень много людей просят показать данный автомобиль такого цветом года непонятного шоколадного с белой крышей 495 тысяч стоит автомобиль он реально похож на кубик многих многих пугает его внешний вид туманки установленных эти вот крыша белая до ручки белое зеркало белое белое литье многих пугает вечно внешний вид автомобиля но поверьте автомобиль очень комфортабельной кстати чехлы у него такие кожаные установлены даже кстати я не могу сказать их лит или нет потому что машина закрыта по моему это даже даже идут сидушками вот такие родные короче говоря ребят автомобиль реально очень комфортабельно в нем очень много места знаю автомобиль нравится вот смотрите забираем сейчас филдер дачи с поем банк получать деньги но какая здесь система по сравнению зеленка зеленка да там каждый день каждой неделе платится за автомобиль платишь за стоянку здесь за стоянку платишь на выезде то есть вот вот такой билетик да здесь штрих-код вот мы выезжаем и при выезде неважно сколько машина простоял 1 2 3 хоть она год простоит вам придется заплатить при выезде напомните сколько мы владим здесь сейчас тысячи вот сейчас платится тысяча тысяча с чем-то я так думаю стояночка стоит здесь порядка где-то 120 там 150 рублей то есть берется вот этот чек до сверяются документы сверяется номер кузова ладно в общем заплатили за стоянку тысяча тысяча восемьсот рублей блин ребята вот чем неудобно до покупать машину в другом городе замутили такую тему нужно ехать в звербанк вот он едет нас филдер которого которого купили продавец едет на филдере время 4 часа через час закроется авторынок вот это личная машина продавца то есть посадили меня на лично машина продавца чтоб он свою машину смог забрать сзади где-то едет серега короче говоря едем на трех машинах снимать деньги вот видите уссурийск езжаем город снимаем деньги и забираем забираем вот этот вот филдер кстати авторинок уссурийска да он находится если мы едем с владивостока то он находится на въезде в уссурийск если мы выезжаем с уссурийска то естественно он находит на выезде ну и допустим если вы едете по федеральной трассе как допустим с хабаровска она вот идет а там по правой стороне правой стороне то рынок у вас остается стар ранее нужно немного поворачивать кстати едем на пробокс вот вот какой я сейчас не скажу но я вижу то что это дори стайл знаете такой рабочий автомобиль рабочий автомобиль но в принципе мне нравится то есть допустим даже по той же самой езде да вот я сейчас еду на этом автомобиле в принципе мне удобно обзорность великолепно все видно объем двигателя полтора литра но он довольно таки резвый то есть я не могу назвать научиться идем с вами там 70 километров то что это крейсерская скорость крейсерская скорость я думаю где-то метров 110 120 для этого автомобиля давайте немного посмотрим на дороге как я уже говорил да вы с риски выпало побольше снега реально побольше чем во владивостоке понятно то что он уже растаял вот если допустим посмотреть он на поля да на ту же самую обочину вот здесь вот кучи куча лежат видно то что все-таки побольше проезжаем заправка энка альянс сейчас посмотрим сколько стоит бензин в городе уссурийский кстати больше хочу сказать в уссурийской дороге они почищены лучше 95 44 72 92 бензин стоит 43 60 диз топлива стоит ровно ровно 50 рублей так вот к дорогам во владивостоке как-то вот если честно не особо они были почищены вплоть где-то до наверно до надежинская до надежинская это там свой муниципальный округ там как-то вот реально реально дороги начали чистить то есть грубо говоря федеральная трасса наполовину до до уссурийская была нечищена да многие жаловались то что там гололед очень много снега и так далее а потом вплоть до уссурийская чисто аккуратно то есть снег снег по сметали на обочину вот ну что еще сказать въезжаем уже при ну как бы в уссурийской ехали дав бытов промзона сейчас выезжаем уже в сам город дорогу как мы немного знаем вот идет на объездную идем на объездную кстати вот заправка рост нефть это что альянс да что рост нефть это больше всего у нас наверно по городу таких заправок 92 на рост нефти 43 60 95 45 10 диз топлива 48 48 85 ладно сейчас едем уже непосредственно в сам города там немного поснимаем может быть кому-то это будет полезно кому-то это будет интересно проезжаем еще одну заправку тнк аусури 98 47 25 95 44 65 92 43 55 диз топлива 49 49 50 5 едем едем по объездной вот уссурийс до основная часть города у нас с вами находится вот по левой по левой стороне вы знаете уссурийс такой город он как-то вот наполовину я я не могу назвать деревне да это не то что деревня но вот очень много вот как бы не то что частных домов да и коттеджей и в том числе в том числе частных домов вот прям посреди города я сейчас не знаю в каком банк поедем на обратной дороге на обратной дороге я попытаюсь вам все-таки заснять заснять показать и у него такое своеобразное движение по полосам как бы ну не как володи во владивостоке то есть допустим если две полосы да вот эта левая полоса только налево а правая полоса только прямо вот тем кому нужно поворачивать налево они хоть пробка будет но не все равно будут стоять именно в этой левой полосе то есть они никогда не поедут по правой полосе без пробки потом резко повернуть налево еще вот у них почему-то такая манера езды они вот как то знаете но но не любят пропускать если во владивостоке ты ездишь как там там не знаю поморгал там по сигналил все равно как-то людей людей пропускает здесь вот они вот как-то вот прут 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 и прут какая-то вот не знаю своя манера езды хотя наверное в любом городе в любом городе присутствует своя своя манера езды друзья но хотел показать вам немного дороги до света суетой пока пока сняли деньги в одном не было банки во второе пришлось ехать вот уже видите да что у нас на улице получилось уже темно вот но зато бонус такой да по моему такое время суток автомобиль мы вам еще не снимали а вот кстати забрали забрали филдера да посмотрите как он не знаю как он мигает как он светится то есть в принципе сели в автомобиль до в темное время суток вся информация которая у нас здесь есть все прекрасно видно все доступно естественно светится мультимедиа система подсвечиваются кнопочки климат-контроль да вот видите вот эти вот крутилочки циферки все это дело подсвечивается вот это светится это система платных дорог туда вставляется карта потому что японцы тоже ездят по ночам также подсвечиваются нас селектор переключения передач не селектор переключения передач да вот эти сами буковки r там п ндс все это прекрасно видно вот подсвечивается у нас отключение анти пробуксовочной системы с правой стороны видимо с вами подсвечивается корректор фар кстати корректор фар корректор фар он должен всегда стоять на нуле сейчас поедем дальше попытаемся посмотреть как он работает мы подсвечивается у нас с вами регулировка зеркал центральная панель видите да то что ободок такой вот как бы красненький красненьким отдает и спидометр в принципе все видно видно удобно и доступно но что сзади происходит двигаться мы не будем хотя в принципе сзади там подсвечиваться можно сказать можно сказать подсвечиваться нечем на машине установлена зимняя резина на улице плюс 5 градусов но все равно знаете так вот скользко быстро ехать не будем я думаю будем идти где-то обычно нормально скорость там 90 100 километров в час принципе дорожные условия дорожные условия они позволяют разгоняться там до сотни сейчас объедем разгоняться смотреть сколько он там секунд и разгоняется до 100 километров в час мы этого тоже делать не будем наверное просто покажу вам как работает корректор фар ну и посмотрим посмотрим с вами расход топлива по трассе вот бензина уже нет он как нет я думаю там осталось литров 10 нам хватит я думаю до китариса мы доедем это где-то где-то наверное километров 40 езды там мы с вами заправимся останется еще километров 40 езды скинем на ноль скинем на ноль и посмотрим сколько кушает автомобиль видите раздольная 23 до 1 км 40 на декабря заехать и посмотрим сколько кушает автомобиль в принципе на разгон идет неплохо неплохо разгоняется единственный опять же я не могу назвать это минус да это свойство данного автомобиля свойства коробки передач то есть вариатора когда даешь газ вот опять газ даю да он начинает реветь это что филдер это что акцию они ревут вот практически уже выехали с города уссурийск вот видите впереди светится светится заправка это авторынок и вот смотрите на газ давлю до эко пропадает газ отпускаю появляется эко то есть автомобиль едет в экономном режиме вот авторынок пошел пошел на левую сторону бензин на авторынке 95 до 44 50 92 43 47 стоит ладно давайте едем дальше хочу сказать да добавит ушла в такую погоду очень неудобно ездить потому что это вот слякоть машины обгоняешь грузовики проезжает все на лобовое стекло короче говоря надо чтобы обязательно было было стекло моющая жидкость вот ладно вот проехали сколько там уже километров да кстати на улице похолодало на один градус в уссурийске было 5 градусов сейчас как вы видите на кранчике до 4 градуса кстати свет у нас поток по дороге и показано показано то что нам осталось проехать семь километров но ехать нам еще где-то километров километров 15 у нас загорелась уже лампа и получается стрелка ну практически все вот она практически уже на нуле то есть идем 90 100 километров в час экономим бензин смотрите вот на данный момент да так сейчас найду на данный момент показывает расход топлива 10 и 3 ты что такое 10 и 3 это на 1 литр мы проезжаем 10 километров грубо говоря 300 метров до но этот автомобиль он стоял на рынке его заводили его заводили поэтому я думаю расход показывать здесь немного некоррект смотрите от машины встали до на дороге вообще не видно то есть хоть там это авария какая-то была да по моему рвов разложился хоть аварийкой мигает все равно освещение дорогу новую над новую дорогу дадью делали мы проехали там освещение было еще как-то более-менее нормально здесь что-то ну вообще какая-то жесть уходим на правую полосу вот поедем по правой по правой стороне ну короче говоря расход топлива посмотрим именно по трассе сколько сколько нам покажет что полиция у нас мигалочка едет что едет непонятно идут 80 90 по правилам едут притормаживают ага я пытался их обогнать а там что-то непонятное у нас знаете вот мы сегодня ехали сюда вот этого не было что-то делают делают дело сейчас посмотрим что здесь делают да ну нафиг что дорогу что ли дело дорога там мокрая да да пригнали каток на улице 4 градуса кладу тут асфальт интересно как они будут ехать не все он набрал крейсерскую скорость товарищ милиционер 90 километров в час как бы ладно обгоним его немного я думаю ругаться они не будут на нас товарищи милиционеры товарищи полицейские они милиционера друзья на вода ехали до заправочки заправляем 92 бензин стоимость 43 43 рубля 55 копеечек сейчас на тощунку заправимся и поедем дальше машина вот в таком вот состоянии было чистенько было чистенько я стала немножко грязненькая смотрите машинку под заправили под заправили сейчас скидываем километраж скинули на ноль вот сейчас он будет показывать сколько автомобиля расходует топлива нужно какое-то время настроиться сейчас он будет показывать не точно ну я бы тоже согласился бы да на 1 литр проезжать 54 километра вот это мы идем накатом 60 километров час тут въезжаем населенный пункт вот поэтому скорость небольшая вот видите упало меньше все давайте сейчас проедем километра три да он уже стабилизируется будет показывать более нормально так перестроимся дорога жесть конечно вот где она освещается еще более-менее нормально ехать вот повторяюсь да где освещение нету но реально не видно ничего не видно и видимость постоянно пользуешься вот это вот омывайкой стекло постоянно моешь вот ладно сейчас проедем камеру включу и посмотрим расход топлива смотрите у нас делают лера все как в японии по выставляли знаки вот стоит уазик стрелочка скорость 40 километров в час вот это и на вот этом участке дороги постоянно бьются машины вот но я скажу сделали довольно таки много вот этих вот леров они получаются когда их сделали была старая разметка и вот эта левая полоса но она оказалась два раза меньше тут я не знаю народ ездил блин щемился щемили народ перерисовали разметку то есть ну старую просто тупо закрасили черной краской нарисовали нарисовали новую разметку вот пока едем вот 16 4 показывает смотрим дальше наблюдаем вот едем до пробка пробка образовалась из ничего она довольно таки длинный уже километра наверное где-то три она длится а все из-за чего из-за того то что перестал работать светофор на федеральной трассе да и вот народ поворачивает не может повернуть в общем смотрите по трассе по трассе расход показывают 15 3 то есть на 1 литр мы проезжаем 15 километров сколько это получается 77 с половиной литров по трассе до для удобного автомобиля в принципе я считаю это достойно пишите в комментариях что вы считаете по этому поводу вот переехали мост дифрисе данка можно сказать уже практически практически приехали в город температура 4 градуса сейчас вот на стоянку едем по городу все равно скорость будет поменьше будут подъемы спуски то есть газ тормоз я думаю расход да не думаю что то говорить думать в любом случае расход по городу он будет будет больше час конечно полноценный расход по городу мы не узнаем потому что на автомобиле нужно покататься но я так думаю где-то 10 литров он будет кушать кушать по городу какая-то авария кто-то поролся да он видите какая пробка у нас образовалась да все товарищи едут из города вот по той стороне ну мы естественно ем по направлению едем по направлению город я вот все еду еду и думаю не закончилась бы у меня жидкость на лобовое стекло мы потому что ну реально 6 без жидкости особенно когда вот эти фуры еду там или ты фура гоняешь для тебя фура там грузовик автобусов гоняет прям все вообще сейчас вот видите в город въехали да здесь освещение есть в принципе дорогу нормально видно местами бывает проезжаешь по трассе ехали ни хрена не видно посмотрите какая красота у нас здесь это новый торговый центр последний нет ни пресри последний торговый центр это calina mall у нас построился это cedan 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 cedy а вот грубо говоря самый большой торговый центр в городе то у нас calina mall если данка cedan 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 cedy так ну что приехали в город в городе пробки навигатор показывает 7 баллов только что было 8 и ехать нам 9 километров до до дома до стоянки 25 минут вот то ли какая-то предновогодняя суета начинается то ли то что снег был вот этот вот хотя в принципе дороги по городу ну вот видите да уже дорогу утром уезжали было конечно хуже вот ну и соответственно расход у нас сейчас будет прибавляться до вот 15 15 6 показывает как бы навигатору верить нельзя показывает он 24 минуты я думаю будем ехать минут 40 45 как минимум по этим пробкам друзья на вот мы приехали значит расход по городу 14 9 14 9 но это неправильно расход топлива потому что мы все-таки ездили по трассе с вами до проехали 100 километров вот ну как я уже говорил я уже говорил в городе расход топлива будет порядка наверное 10 литров это у нас по владивостоку с нашими сопочками если вы живете где-то на равнине то там будет расход намного меньше давайте я постараюсь показать как работает корректор фар да вот стали вот так на снежок смотрим вот сейчас он стоит на нуле обратите внимание сейчас на фары видите то есть поставил я на пятерочку фары светят под нас но естественно удобнее ездить когда они светят подальше да то есть опять ставлю на 0 видите фары фары поднялись ладно на сегодня все будем заканчивать кому понравилось это видео не забываем обязательно обязательно подписаться на наш канал ну и как обычно поставить лайк камеру на себя направил я думаю в темноте ничего не видно все всем пока друзьям и под конец видео давайте сделаем давайте проведем с вами розыгрыш напоминаю разыгрываем японского магнитолу вот затягивать не будем 1262 комментария мне повезет поехали магнитолу отправляем за свой счет абсолютно любой город победитель должен быть подписан на наш канал это самое главное условие михаил степанкевич спасибо за ваше видео хабаровск 77 13 подписка подписка оформлена михаил поздравляю выиграли японскую магнитолу вот выходите выходите с нами на связь пишите нам адрес моему и отправим